Акция «Зеленые километры» продолжается. Теперь к ней присоединились работники администрации строящегося духовного центра имени пророка Исы. На территории центра сегодня были посажены деревья. В акции приняли участие не только общественные и религиозные деятели, именитые спортсмены. Изъявили желание поучаствовать в озеленении и молодожены прямо со свадебной церемонии. Главная цель этого мероприятия – внести посильный вклад в озеленение республики. Напомним, что на территории духовного центра в будущем будет разбит большой парк, где смогут отдыхать дагестанцы со своими семьями. Услышав акцию нашего президента, мы решили такой знаменательный день поддержать его и, решив проехать на республиканскую мечетку, решили мы посадить саженцы. Когда эта акция была начата, мы были за пределами нашей родины, были в регионах России, поэтому сегодня решили поддержать от всей спортивной общественности. Вот много спортсменов приехало сюда. Мы полностью поддерживаем инициативу главы республики Дагестан «Зеленый километр». И сегодня пришли сюда в духовный центр имени Иса, алейсалам, на посадку деревьев. Мы знаем, что это все остается для наших последующих поколений. Это будет хорошее место, хороший пример. И уверен, что Дагестан скоро будет самым зеленым регионом Российской Федерации. Сегодня проходит здоровая акция, в которой молодежи республики, в первую очередь спортсмены, поддержали акцию главы республики «Зеленый километр». И мы на самом деле рады участвовать в этом таком проекте, можно сказать, в акции. Сегодня, в этот прекрасный субботний день, по приглашению коллектива Духовного центра имени Пророка Иса, принимаем участие в акции «Зеленые километры», акцию, которую запустил глава республики Владимир Абдулевич. Хочу поблагодарить коллектив Духовного центра и всех тех, кто принимали сегодня участие в этом благоугодном деле.